Всем привет! В этом видео мы разберем 10-этапный уход за кожей от кореянок. А также разберемся, какие этапы нужно внедрить в свой домашний уход, а какие вовсе не обязательно. И обязательно досмотри этот видеоролик до конца, и я расскажу, про какой уход забыли рассказать в этом списке. Я посмотрела видео бьюти-блогеров из Кореи, и на анализе этих видео мы сейчас будем разбирать, какие этапы нам нужно использовать. Первый этап, про который говорят абсолютно все бьюти-блогеры, это, конечно же, демакияж. Причем в основном в Корее используют гидрофильное масло для удаления макияжа. В нашей же стране гидрофильное масло полюбилось далеко не всем. Многие отдают предпочтение мицеллярной воде, либо специальным салфеткам, либо молочку для удаления макияжа. Хочу обратить ваше внимание на то, что отдельный этап удаления косметики очень важен. Его нельзя заменить обычным умыванием, то есть не так, что мы сняли макияж и все, либо наоборот умылись и все. Если макияж был, то мы сначала снимаем макияж и только потом переходим к этапу умывания. Что лично вы используете? Лично я использую салфетки для удаления макияжа, то есть это что-то среднее между мицеллярной водой и специальным средством для удаления макияжа. Но гидрофильное масло в моем арсенале тоже есть, но я как раз таки из тех людей, которым мне не очень комфортно вот это все масло по себе катать на любителя. Второй этап – это очищение уже кожи. И практически все видео, которые я смотрела, в них была использована пенка для очищения лица. Пенки считаются более деликатными, с меньшим количеством пабов и часто те видео, которые я смотрела, в себе содержали, знаете, у нас есть такая карбокситерапия, когда мы наносим, все начинает вспениваться, раздуваться. Кто-то это как маски просто использует, кто-то именно как умывание очищения. Чем хороша карбокситерапия и, в принципе, умывание вот такими пенками, которые у вас на лице раздуваются? Они создают микростресс для кожи, который улучшает кровообращение и запускает синтез коллагена и эластина. Но мы в России привыкли использовать не пенки, а гелия. Они могут быть с кислотами для жирной либо возрастной кожи, они могут быть нейтральные. В общем, гель для умывания мы обычно любим добавлять какие-то компоненты, которые не только очищают кожу, но и к чему-то ее стимулируют. Вы используете гелиями пенками? Я использую гель, и у меня, кстати, есть пенка. Но пенкой умываться приятно, честно скажу, ты такой вот все это так нежно, приятно. Но использую и то, и другое. То есть гелем как-то вот привычнее, комфортнее умылся и побежал. Следующий этап – это эксфолиация или, говоря на русский язык, отшелушивание. Но я считаю, что это классный этап, который должен использовать вообще каждый человек для сияющей, красивой, такой полированной, ухоженной кожи. Раз-два в неделю мы берем энзимные маски, пэды, пилинги, что-то, что помогает нам убрать роговой слой и сделать кожу более ровной и блестящей. Если мы говорим про скраб, то он должен быть мелкий, с мелким абразивом, не царапать кожу. То есть скраб знаменитый вот с косточкой абрикосовой, это, конечно, все здорово, но куда-нибудь для пяток, для нежной кожи на лице, он достаточно агрессивный, он создает микротравмы на коже. Этого быть не должно. Я же отдаю предпочтение маскам, в состав которой входят кислоты, либо можно использовать энзимы, энзимные пудры, энзимные маски. Вот просто обожаю, подходят для разных типов кожи. И энзимы более мягко отшелушивают наш роговой слой. Но пока у кореанок все так же, как у нас. Ставьте лайк этому видео, если используете все эти средства. Следующий этап – это тонер. Тонер может включать в себя различные активные компоненты, нормализовывать PH, включать в себя гиалуроновую кислоту. Что могу сказать? Тонер – это необязательное средство в выходе. Есть компании, которые, в принципе, никакие тоники не производят. То есть они у себя в линейке не подразумевают использование тонера. Поэтому, если вам нравится, либо тоник решает какую-то конкретную вашу проблему, то ради бога используйте. Если же у вас его нет, ну и ничего страшного в этом нет. Крем для кожи вокруг глаз. Ну, я, наверное, тех, кто знает меня давно, плешь проела уже этим кремом вокруг глаз. Потому что я считаю, что вы можете не намазать лицо кремом. Ну, по разным причинам. Но вот крем для кожи вокруг глаз должен быть обязательно. Два раза в день, с 18 лет так точно, утром и вечером. Подходящий под ваш тип кожи и ваш, что немаловажно, возраст. Не надо 18 лет использовать кремы для 40 от морщин. Оставьте, успеете еще в эти игрульки поиграться. Лучшего эффекта не получится все равно. И перегружать кожу тоже не нужно. А что будет, если я на высоте 18? Ну, смотри, ничего, конечно, не будет. Но, как правило, кремы для возрастной кожи, они могут ретинол включать. Ну, зачем тебе 18 лет ретинол? Ну, незачем. То есть ты заплатишь больше денег, ради чего? А вот если для лица мы берем крем, там, для возрастной кожи, он, как правило, более жирный. Если 18 лет наносить крем какой-то более жирный, ну, как минимум, тоже не всегда это комфортно. Просто с возрастом у нас кожа увядает и становится такая, ей требуется помощь. А вот что будет с кожей и вокруг глаз, если наносить на нее крем регулярно? Я сейчас расскажу. Кожа вокруг глаз самая тоненькая. Она мимически очень активная, да, зона. На ней нет сальных желез, она не способна увлажнять себя самостоятельно. При этом она точно так же подвергает воздействию всех факторов окружающей среды. И кожа вокруг глаз раньше всех покрывается мелкими морщинками. И нам уже хочется что-то с ней сделать, вернуть упругость. Но береги честь с молдом. Следующий этап, который совпадает опять же с нашим, это крем для лица. Ну, девочки, я думаю, что все уже пользуются кремом для лица. Желательно не ней, а с активными компонентами, которые помогают нашу кожу не только защитить, но и простимулировать ее к чему-то, а иногда и подлечить. Ни для кого не секрет, что существует дневной крем и ночной. Часто вы задаете вопрос, можно ли одним и тем же кремом пользоваться и утром, и вечером. Ребят, зависит от крема. Есть кремы, которые можно пользоваться и утром, и вечером. А есть кремы, которые нужно наносить только в вечернее время суток, например, кремы с ретинолом. Есть кремы, которые содержат SPF. SPF наносить на ночь, даже если он составит дневного крема, но тоже явно не обязательно. Но в целом точного, четкого разделения как такового нет. Мы миксуем утро-вечер, потому что мы хотим разными компонентами постимулировать нашу кожу. Ну и опять же, ретинол вечером, значит, утром витамин С. Дальше, ребят, вот для меня странно. Сначала был крем, а потом маска. Причем маска для лица тканевая. Я бы еще поняла, если бы эта маска была гидрогелевая, потому что гидрогелевые маски за счет плотного прилегания, ну, во-первых, могут отечность подснять, во-вторых, они могут немножечко протолкнуть крем глубже. А вот тканевая маска поверх крема, особенно поверх жирного крема, ну, как минимум, не сделает ничего. Поэтому здесь я не согласна. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Каневы совсем не используете? Использую, если других нет. А при выборе, например, гидрогелевой маски, в составе мне на что-то нужно в особенности обращать внимание? Любая даст эффект. Давай начнем с этого. Просто даже за счет плотного прилегания. Дальше нужно, конечно, смотреть состав. Есть ли там раздражающие компоненты, есть ли там активы, которые как-то будут работать с твоей кожей. Похоже, пора выпускать обучение по косметической химии. Напишите, надо обучение по косметической химии, чтобы вы могли вот прям глубоко в этом разбираться, даже не в формате, какие есть компоненты, а как их сочетать и как правильно читать средства косметические. Но пока у меня есть гайды, где есть краткая информация с компонентами, которые можно использовать в косметике. То есть вы выбираете гайд по своему возрасту, потому что в разном возрасте нам нужны разные компоненты. Дальше выбираете свой тип кожи и смотрите, какие компоненты в косметике в той или иной должны быть для вашего типа кожи, чтобы поработать с вашей проблемой. Кстати, там описано, как определить свой тип кожи. Ссылка на гайды в описании к этому видео. Восьмой шаг – это использование сыворотки. Сыворотки, ребят, это классная штука. Когда вы уже наладили свой нормальный уход в виде умывалки крема для глаз и крема для лица, и вы уже такие профики хотите что-то еще добавить, вот здесь мы добавляем сыворотки. Вот у меня пациенты приходят, которые говорят, я вообще не мажусь кремом, либо там я вот дай бог умываюсь не мылом. Обычно я им даю сначала минимальный набор, это умывалка, крем для лица, крем для глаз. Потому что если человеку дать вот так вот много всего, он забывает, не понимает, у него нет привычки, в итоге все валяется. Поэтому сначала базу выстроили, когда вы привыкли пользоваться, вы добавляете сывороточки, масочки, то есть постепенно все. Так вот, сыворотки. В них большое количество активных компонентов, которые решают конкретные задачи. Это могут быть сыворотки, которые работают с пигментацией, сыворотки, которые улучшают, я не знаю, состояние кожи, сыворотки, которые работают с цветом, которые уменьшают выработку кожного сала. То есть сывороток большое количество, с большим количеством активных ингредиентов. И попадая на кожу, они решают какую-то конкретную задачу. Девятый пункт – это эмульсия. Ну, ребят, эмульсия или крем в нашем понимании мы выбираем под нашу проблему. То есть если более жирная кожа, такие пациенты выбирают более легкие текстуры, какие-то эмульсии. Если более сухая кожа, такие пациенты любят более такие жирненькие текстуры для того, чтобы лицо чувствовало себя комфортно. Поэтому разделять это на разные этапы, ну, как-то странно. Сомнительно, но окей. Но эмульсии в корейском уходе тоже являются необязательным этапом. Для меня он не то, что необязательный, просто как бы либо крем, либо эмульсия. Нужно выбрать и использовать то, что вам больше подойдет. Ну и финальный этап – это, конечно же, SPF. Куда же без SPF? Вот здесь, слава богу, уже и у нас, и во всем мире к SPF вроде более-менее привыкли и понимают, что использование SPF важно для того, чтобы защищать нашу кожу от фотостарения и не превращаться в печеное яблочко. Алиминоговато кремов. Получается, мы нанесли дневной крем, и потом еще солнцезащитный крем. Немноговато. Ну, ты наносишь, ты, по идее, нанесла. Вот в видео это показывается сразу все, да? Но, во-первых, у тебя SPF может быть с тоном, например, да? И, кстати, они хуже работают, те, которые мы проверяли, по крайней мере. В общем, вы наносите крем, минут 15-20 сходите, следом наносите уже перед выходом на улицу, макияжем свой SPF. И тогда все будет круто. Ну, а чем же отличается 30 SPF от SPF 50? Какой SPF выбрать? Какие компоненты должны быть в составе? Обо всем этом я уже снимала. Видеоролик, он вот здесь, вот можете перейти и посмотреть. Подведем итог. Мои личные рекомендации, мой личный уход, чтобы я использовала и использую в своем уходе. Очищение лица от косметики. Гидрофильное масло, либо мицеллярная вода. Следующий этап – очищение лица при помощи геля, либо пенки, подходящего по типу кожи. Два раза в неделю я использую энзимные маски, либо пудры для того, чтобы сделать мою кожу более сияющей. Также я использую сыворотку для лица. Для меня это обязательный этап. У меня даже есть сыворотка отдельно для кожи вокруг глаз. Ну и также отдельно я использую крем для зоны вокруг глаз. Отдельно крем на лицо. У меня еще есть отдельно крем для шеи и декольте. Буду честна с вами. Ну и в конце я, конечно, вношу СП. А сколько этапов в вашем уходе? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Или по-прежнему все вот это мылом умылось, Невею нанесла? Я должна отдать должное. Есть люди, которые она вот Невею пользуется, и у нее нормальная кожа. Я уж боюсь представить, какая бы кожа у вас была, если бы вы еще и нормальной косметикой пользовались. Ну и финалочка, что же показывают не во всех видео, но я уверена, что каждая ежедневная кореянка это делает. И это массаж лица. Массаж гуаша, массаж специальными аппаратами. Это действительно работает. Помогает нам бороться с отеками, помогает стимулировать кожу, помогает более глубокому проникновению активных компонентов. Ну и хороший массаж, в принципе, делает нас счастливее, а наше лицо таким отдохнувшим. Этот пункт я тоже стараюсь делать ежедневно. Буду честна, не всегда получается, не всегда есть время, но работает классно. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, и не забывайте подписаться, для того, чтобы не пропустить новые полезные видео.